устройство которое мы вам сегодня покажем называется вращающиеся седло мы изготовили его натянув резину на квадратную рамку так что с двух сторон от центральной точки склоны поднимаются вверх а с двух других сторон они опускаются вниз положим на это седло шарик для настольного тенниса и он скатывается в одну из ложбин конечно здесь середине есть точка равновесия но это равновесие неустойчивое и шарик чуть-чуть отклонившись от центральной точки обязательно скатывается в ту или в другую сторону однако приведем седло во вращение и посмотрим что при этом получится я снова беру шарик и помещаю в седловую точку настолько близко к центру насколько получится и теперь шарик удерживается на седле достаточно долгое время что зависит от того как близко и аккуратно мы положим его к центру и от нашей точности изготовления установки но почему же шарик теперь довольно долго удерживается на седле прежде чем скатывается с него посмотрим еще раз на седло от центральной седловой точки в две противоположные стороны поднимаются два бугра а а перпендикулярно к ним опускаются две впадины когда седло вращается шарик начинает спускаться во впадину но из-за своей инерции он не успевает улететь далеко если седло вращается достаточно быстро под шарик уже подкатывается бугор и в результате этого толчка шарик движется обратно к центру и так происходит раз за разом конечно все что мы здесь нарисовали это было очень грубо и чтобы посмотреть на более точную траекторию мы сделали модель в живой физике и опять мы видим как бугры изображенные здесь оранжевыми стрелками загоняют шарик центру откуда он пытается скатиться во впадину изображенную синей стрелкой но вскоре снова получает толчок от очередного бугра траектория шарика оказалась более сложной но в целом наше качественное объяснение конечно же работает таким образом вращающиеся седло похоже на другие системы в которых быстрые колебания превращают неустойчивое состояние равновесия в устойчивое или по крайней мере сильно продлевают время нахождения системы вблизи этого состояния примером такой системы является также перевернутый маятник капицы в котором точка подвеса совершает быстрые вертикальные колебания вы спросите кому в голову пришлось сделать такое устройство на самом деле сначала немецкий физик вольфганг поль придумал квадрупольную радиочастотную ловушку для удержания отдельных ионов в 1989 году за эту работу он получил нобелевскую премию и чтобы показать на нобелевской эрекции как работает это устройство он сделал его механическую модель а это и есть наше вращающиеся седло и поскольку седло вращается с постоянной скоростью интересно посмотреть как будет выглядеть траектория шарика в вращающейся системе отсчета с этой целью мы установили на седло дополнительный штатив прикрепили к нему фотоаппарат а чтобы положить в центр шарик нужно проявить некоторую сноровку намочим шарик приложим его к самой середине седла и запустим установку и вот что мы при этом увидели шарик то описывает какие-то дуги то останавливается в центре седла а затем повторяет такие движения раз за разом посмотрите как при этом шарик то и дело пытается заехать на бугры которые находятся в верхней и нижней части кадра но в целом шарик удерживался довольно долго так что этот опыт продолжался целых две минуты а вот как выглядит движение шарика рассчитанная в программе живая физика если перейти в систему отчета седла оранжевые и синие стрелки теперь неподвижны они показывают расположение неподвижных бугров и впадин и мы видим что шарик описывает траекторию замысловатыми петлями вытянутую в направлении бугров как это было и в нашем эксперименте и может показаться что мы все уже поняли но здесь нас подстерегает еще один не совсем простой вопрос ведь в не инерциальной системе отсчета на шарик действует центробежная сила и эта сила тем больше чем быстрее вращается седло почему же эта сила не сбрасывает шарик седла ваши соображения на расчет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе